19 часов 3 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Реальное время. Финам. ФМ. Смотрите, сегодня мы, по крайней мере, в этом часе, забываем о Путине, о коррупции, о пуссирайт, о расколах, о православных дружинах, которые собираются выходить тут на улицы Москвы и Московской области. Что там у нас еще? А, к сожалению, очередном печальном наводнении с жертвами на Кубани. Сегодня, обо всем этом забываем. Сегодня говорим о космосе. То есть я вот пригласил специально моего сегодняшнего гостя, чтобы забыть о текущем и поговорить, может быть, в какой-то степени о вечном, хотя это вечное бурно развивается, о космосе как факторе развития, почему Россия буксует. Я, конечно, предполагаю, что, может быть, мы и вспомним господина Путина, и вспомним чиновников, но тем не менее. Я с удовольствием вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Юрий Караш, член-корреспондент Российской Академии Космонавтики имени Циолковского. Юрий Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Значит, напомню слушателям. Сегодня у нас программа, и я не стыжусь этого. Я буду задавать дилетантские простые вопросы. А мне нужно будет давать профессиональный ответ. А вы будете давать профессиональный ответ. Безусловно, Юрий. Да, безусловно. Значит, поэтому и вы, уважаемые слушатели, не стесняйтесь. Звоните на 6510996, код москвы 495. Пишите на finam.fm свои письма. Там же идет и прямая веб-трансляция. То есть пользуйтесь всеми средствами связи. Чуть попозже подключу свой личный аккаунт в Твиттере. Юрий, ответьте мне на вопрос, который... Вот знаете, я вам честно скажу, я хоть и дилетант, но думаю, как и многие, тема космоса, да, она, безусловно, всех интересует. И она меня интересует тоже. Хочется в это верить, безусловно. У меня споры в семье. Мне говорят, мне говорится, супруга и дети. Папа, выключи это. Ну, сколько можно смотреть про квазары, да? А я с удовольствием его смотрю. Не, ну, видите, как его продвинут. Если бы вы спорили все-таки на скольких слонах держится, если бы на трех, на четырех или на пяти. Вот тут бы я, боюсь, конечно, попал в тупик. Ей-богу, не знал бы, как ответить. Потому что никогда их не считал. Но вы ответьте мне на вопрос, есть жизнь на Марсе? Вот на этот вопрос будет пытаться ответить Curiosity, которая сейчас там находится. В принципе, нет никаких факторов на Марсе, которые были бы несовместимы, пусть даже с какими-то элементарными формами жизни. Да, по всей видимости, там есть вода или была. Там есть какая-то атмосфера, ну, одна сотая от земной подавления, в основном углекислый газ. Но все равно это все в сочетании вода, атмосфера. Затем все-таки летом на экваторе Марс разогревается за целых 22 градусов по Цельсию. А мы потом вообще не знаем, что там под землей, ну, вернее сказать, под поверхностью Марса. То есть все вот это взятое вместе вполне возможно дает условия для зарождения существования каких-то элементарных форм жизни. А кто его знает, может, и не элементарных. Надо подождать и посмотреть. То есть вы думаете, что вот этот марсоход сможет ответить на эти вопросы? Безусловно, он приблизит нас к ответу на эти вопросы. Но самое интересное, что недалеко позавчера НАСА заявило об очередной автоматической миссии к Марсу под названием «Инсайт», что значит проницательность. Стоимость этой миссии немного поменьше, чем у марсохода. Ну, не немного, так заметно поменьше. Марсоход 2,5 миллиарда, это будет только 425 миллионов. Суть этой миссии будет заключаться в том, что к Марсу... То есть это скромненько так, да? Ну, вы знаете, конечно, это не совсем карманные деньги, но это не разорит ни Америку, ни НАСА. Это даже НАСА бы не разорило, да? Но это уже сейчас... Это тема отдельного разговора. Это отдельный разговор, совершенно верно. Вот отправят к Марсу, вернее, на Марс автоматический аппарат. В отличие от спирита, оппортименти и курьёсти, он не будет кататься по Марсу. Он жёстко, ну, как не жёстко, я имею в виду, так мягко на него сядет, но будет сидеть, всё, он никуда не поедет. Он будет Марс бурить. Он будет Марс бурить. То есть такая буровая установка. Вы знаете, да, ну, не совсем, конечно, та, которая там используется в Новом Уренгое, это понятно совершенно, но, по крайней мере, он проникнет по поверхность Марса. Он его послушает, послушает внутреннее движение планеты. Вот у него же тоже есть ядро у Марса. Вот вы знаете, он сделает своего рода УЗИ Красной планете. А вы знаете, да, что когда человеку делают УЗИ, когда женщины делают УЗИ, то очень часто это делают, чтобы посмотреть... То мужики огорчаются очень часто, да, я это знаю. Ну, наверное, да, но это приметы времени, да. Наверное, многие огорчаются, а кто-то радуется. Во всяком случае, с помощью УЗИ можно определить, есть ли внутри жизнь. Так вот, возможно, этот аппарат Инсайт так раз и поможет нам дать окончательный ответ на вопрос, есть ли внутри Марса жизнь, причём не только геологическая, но, может, и органическая. — Смотрите, кроме Марса же ещё есть одна планета, по-моему, спутник, да, Юпитера. — Вы имеете в виду Европу? — Да. — Да, которая покрыта... — Вот эта история льдом. — Вы знаете, ох, это очень интересная история, она вся покрыта льдом, трёх километров... — Ну, понимаете, вы уже почувствовали, что я интересуюсь, да, эти вопросы? — Ну, да, я понимаю. Хотел отправиться туда на коньках покататься, да? — Ну, хотя на таком бывательском уровне, да. — Как минимум. — За бесплатно, прошу заметить. — Ну, тогда вам ещё придётся немножко подождать, прежде чем упадёт стоимость космических путешествий. — Ну, по-моему, сегодня Роскосмос объявил о том, что очередную... — Сару Брайтон отправит. — Актрису, да, отправит. — У меня очередную, по-моему, это будет первая, ну, бог с ним, певица. — А, первая певица? — Да, первая певица. — Но не последний турист. — Роскосмосу хочется в это верить, безусловно, я уверен. — Так вот, по поводу Европы, да. — По поводу Европы, трёхкилометровый ледяной панцирь, ну, по крайней мере, на данный момент известно, что он толщину достигает трёх километров. Причём он опоясывает, или окутывает, или окольцовывает всю планету. То есть это везде. — Это шар, ледяной шар. — Да, вы знаете, вот ледяной шар. Нет, я не хочу сказать, что это просто такой снежок. То есть если вы пробурите шахту, что пройдёте насквозь этот ледяной панцирь, то вполне возможно, вы пойдёте в воду. А где вода, там что? Правильно, там, скорее всего, жизнь. Вот так вот. И потом вполне не забывайте, что всё-таки это уже достаточно близко, ну, не совсем, конечно, близко, но это ближе к ядру Европы. А мы знаем, что чем ближе к центру небесного тела, тем теплее. Вот так вот. — То есть можно предположить, что под этим трёхкилометровым слоем льда есть вода и есть жизнь. — Разумеется, есть вода и есть жизнь. Можно предположить. — А туда мы не собираемся? Ну, мы, я имею в виду, земляне. — Ну, я думаю, что, да, вы, я, конечно, собираемся, что касается Роскосмоса и НАСА, пока нет. — Пока нет. А по причине? — Ну, видите, всё-таки достаточно далеко, всё-таки достаточно далеко. — А можете так сопоставить, да, сколько там лететь до Марса? — Ну, до Марса лететь, до Марса, до Марса. — Вот сейчас, вот сейчас на существующих системах транспортных, космических, до Марса лететь месяцев восемь. Ну, до Европы, вы знаете, это, наверное, около двух лет придётся, это как минимум. — Двух лет? — Да, совершенно верно. — То есть это надо уже... Ну, это, опять же, на существующих транспортных, космических системах. Вот если поставить ядерный двигатель, то даже до Марса может долететь, допустим, месяца за два. — Юрий, а можно поставить ядерный двигатель? — Не только можно, но и нужно. И, в принципе, сейчас уже работает. — А что не ставят? Если мы с вами такие умные, почему эти умные не сделают? — Ну, видите, потому что мы с вами сидим сейчас в студии, а не в конструкторском бюро. Вот давайте зайдём в конструкторское бюро, может, это ускорит процесс создания. — То есть невозможно как-то встроить, или в чём вот проблема? — Нет, ну просто дело в том, что у каждой технологии есть определённый процесс созревания. Вот есть такая хорошая поговорка, если взять девять беременных женщин, ребёнок за месяц не родится. Вот если вы сейчас всех самых умных инженеров, конструкторов, техников соберёте в одной комнате, да, то это не значит, что они сделают что-то в десять раз быстрее. Всё равно у них мозги будут работать. — А если автоматчиками их прожить нет, малая мотивация, да? — Ну... — Сказать, не выйдите, пока не сделаете. — Вы имеете в виду игровые автоматы или какие? — Нет, я имею в виду космические всё-таки. — А если космические автоматы... — Нет, это к тому, что можно форсировать вот процесс создания или нет? — Ну, наверное, да, безусловно, можно, если чётко. Вот давайте вернёмся в историю. Программа «Аполлон» в 61-й год. Кеннеди говорит, «We shall go to the moon». Всё, мы подправимся к Луне. Не потому что легко, а наоборот, потому что это трудно. И вот в 61-м году, смотрите, объявление об Аполлоне было сделано 25 мая 61-го года. К этому времени весь опыт пилотируемых полётов Америки сводился к одному, внимание, суборбитальному полёту Алана Шепарда. То есть они ещё по орбите летать-то не умели. Они могли только подпрыгнуть там где-то, ну, на высоту около 200 километров, да, ну и упасть. Ну как, мягко сесть, ну, в принципе, да, подпрыгнуть и спуститься. Вот так вот. А Кеннеди сказал в 61-м году, что до конца десятилетия доставить человека на Луну и благополучно вернуть обратно. И они это сделали. То есть если государство сейчас чётко поставит цель... То есть если Путин скажет, через 5 лет хочу в Европу... Ну, через 5 лет... Или на Европу. Да, но вот если он скажет, через 12 лет, да, через 12-14 лет, чтобы российский пилотируемый комплекс вращался, не надо Европы, давайте для начала вокруг Марса. Всё-таки Марс. Да, всё-таки Марс. То с очень большой долей вероятности данный план будет реализован. Я же правильно понимаю, пилотируемый это с живыми космонавтами, да? Абсолютно, с космонавтами, да. Да. И это реально. Это абсолютно реально. Путин не скажет этого. Мне почему-то кажется, что вы недалеки от истины. Вот. Понимаете, я тоже сожалею, на самом деле. Да. Потому что какие-то задачи у нас начали... Ну ладно, подождите, мы о неприятном ещё поговорим. Знаете, а вдруг вот он сейчас слушает нас, да, позвонит в СССР. Можно сказать, что его люди слушают. Да, ну так люди, доведите до мнения, простите президента, что это очень нужно для страны, потому что если мы... И премьера тоже. Да, ну и премьера тоже, да, потому что у нас вот кроме космоса остались только нефтяные вышки. Балет. Да. Хоккей. Знаете, когда балет, почему-то всегда вспоминаю... Борьба. Вы помните советских времён анекдот, да? Уезжает на гастроли Большой театр, возвращается Малый. Нет, не помню. Ну, был такой... Большой был маленький в те времена. Ну, видишь, когда большой превращался в Малый. Да, 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 да. То есть это... Ну, в общем, вы знаете, это абсолютно реально. И опять вот очень важно нужно... Ещё раз, через сколько? Ну, 12-14 лет. Ну, хорошо, давайте 14-15, но не больше, если будет поставлена такая задача. Обратите внимание, речь идёт о полёте к Марсу без посадки на Красную планету. В любом случае, первый раз нужно долететь и вернуться. Но с людьми. Безусловно. Это принципиальный момент. Абсолютный принципиальный момент. Надо посмотреть, как они перенесут это путешествие. А вот чтобы люди сели на эту планету? Ну, для этого надо будет разработать соответствующие посадочные системы. И, в принципе, посмотрите, Кюрьоси-то весит уже тонну почти. И нормально посадили тонну, представляете, тонну. Это больше, чем лунаху. Так хочется сказать, дура-то какая села на Марс, да? Напичканная умными технологиями. Умница-то какая на Марс села. Умница. Действительно, ведь умница машина. Представляете, тонну посадили. Ну, где тонну, там и 10. Но что-то у них там уже началось. Там не очень хорошо, да? Нет, ничего. Там датчик ветра что-то не очень рано. И что, подумаешь. То есть это мелочь, да? Абсолютно. Это даже не главное. Поскольку им обошелся вот этот марсоход? 2,5 миллиарда. Причем это с учетом того, что это был перерасход. С учетом того, как мы пилим свою собственную страну, да, выводя миллиардами и триллионами. То есть мы уже, вы знаете, весь Марс могли марсоходами заставить. И заселить тоже. Заселить. Ну, вот вам, пожалуйста, пример. Вы знаете, сколько стоит так называемая комбинированная дорога от Адлера до Красной Поляны? Это вот сейчас строится. Ну, я там ездил, но не знаю. Там расстояние-то всего ничего. 48 километров. Ну, это к Олимпиаде 2014 года. И цена вопроса? 7,5 миллиардов долларов. Три марсохода. То есть на Марс полететь 2,5 миллиарда, посадить вот эту умницу весом тонну, да? Да, дело же не в том, да. И с Адлера до Красной Поляны 7,5 миллиарда. Так дело же не в том, что вы знаете, умница-то посадить. А в том, вы представьте себе, какой колоссальный толчок был дан развитию американских технологий, американской науки и техники в процессе создания этого марсохода. Юрий, я вынужден вас прервать, потому что вы, понимаете, я с вами сейчас новости все пропущу. И Анастасия Юрьева будет меня критиковать и говорить, про НКО, почему ты мне не дал эфира. А неужели что-то может быть более интересно, чем то, о чем мы говорим? Новости, новости на Финам.фм, а затем продолжим. 19 часов 18 минут, это реальное время. Финам.фм, микрофон Юрий Пронько. И сегодня у меня в гостях просто великолепный собеседник и потрясающая тема. В гостях у нас Юрий Караш, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. Мы говорим о космосе. Пишите на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Звоните. Не возбраняется задавать глупые вопросы, обывательские вопросы. Вот что интересует, то и спрашивайте, да? Я подключил свой аккаунт в Твиттере, так что можно писать и туда. Юрий, вот вы мне за эфиром сказали, что вот если провозгласить, это нечто, да? Пилотируемый полет к Марсу. Это называется облетно-орбитальная пилотируемая миссия. По-умному, да? А на нашем простом языке это вот живьем и вернуться. Да, совершенно верно. И вы считаете, вы привели пример последнего марсохода, который дал синергетический такой эффект смежным отраслям. Огромный эффект. Вот расскажите об этом. Ну, вы знаете, вот давайте сейчас опять будем поближе к нашей родине. Потому что, в общем-то, простите, бабки здесь есть. Два с половиной миллиарда можно сочетать. Ну, хорошо, а я вам сейчас так скажу. Вот РКК «Энергия» оценивает облетно-орбитальную миссию к Марсу где-то в сумму порядка 30 миллиардов на 12-14 лет. Это много для России? Вот это меньше, чем 35 миллиардов на 12-14 лет. Ради того, чтобы можно себе позволить. Да я тоже, вы знаете, считаю, что можно себе это позволить. Вот посмотрите. Больше вывели в офшоры за один год. Причем в несколько раз. Ну, и так, это мои извительные комментарии. Да нет, ну, вы знаете, мне кажется, вы, наверное, эту сумму раза в два занизили, чтобы совсем уж это не удручать. Слушайте, я уверен, что вы значительно больше, чем 35. У нас закон о клевете уже вступил в силу. Вернемся. Это наше оценочное мнение. Да, это наше оценочное мнение. Значит, вернемся. Вот смотрите, что такое пилотерный полет к Марсу. Вот легче назвать те отрасли науки, которые не будут задействованы в осуществлении этого полета, чем те, которые будут. Вы смотрите, это же все. Это биология и медицина, да. Нужно будет, чтобы космонавты перенесли этот полет. Не просто перенесли, чтобы они были живые, здоровые, в твердом уме, в добром здравии. Это ядерная физика. Нужно будет создавать ядерные двигатели. Это материаловидение. Нужно будет создавать материалы, которые защитят людей от радиации. Это новые системы связи. Это новые информационные технологии. Это новые компьютерные системы. То есть вот все, все, буквально все. А это у нас все есть? Да, у нас это есть. Ну как, уже, конечно, многие отрасли в порушенном состоянии. Вот премьер Медведев говорил, что у нас элементная база, конечно, уже в очень-очень неважном состоянии. Но, ну что ж, закупим что-то за рубежом. Ну, слава богу, смотрите, про попарку Джексон и Винника против нас отменили. Да, мы вроде с Америкой стратегические партнеры, но не будут. Вы мне как с эфиром сейчас сказали? Я вам, например, привел пример Суперджет-100. Да. Значит, не смогли самолет сделать. Вы знаете... Аэрофлот уже бедный. Они взяли его, да, и не знают, куда его деть. Ну, хорошо, Суперджет-100 не сделали, а... Армалия отказалась. АТ-50 сделали. Вот истребитель пятого поколения. Правда, не знаю, сколько. Ну, думаю, что, в общем, это, конечно, хорошая машина. Мозги-то есть, на самом деле. Да, есть мозги. Потому что касается Суперджет-100, даже Савельев, он вчера выступал, поехал в Москву. Сказал, да это вообще не российский самолет, это сборная солянка. Ну, и вот с этим вашим пилотируемым кораблем тоже так же получится. А зачем? 90 процентов, а мы тут отверточки только соберем. Нет? Абсолютно нет. Вот я бы сказал так. 90 процентов мы, а 10 процентов, может быть, что-нибудь закупить за границей. Вот это, да, элементную базу какую-то. То есть это реально? Это реально абсолютно. Это абсолютно реально. Что мешает? Вот разгласите этот курс. Что мешает? А я вам скажу, что мешает. Ну, вот у Терли же, как бы ни относился к советскому периоду, я достаточно критически отношусь, несмотря на то, что родился в той стране, да, и даже получил гражданство в той стране, уже, что называется, в последний, да, вагон уходящего польза. А я еще даже комсомольцам успел побыть. Нет, не побывал, но в университет поступил, в Новосибирске поступил еще в 91-м году, когда СССР был, да. Так вот, у Терли же. Однозначно, совершенно. Опять-таки, вот тот же Кеннеди, да, ведь ему пришлось признать это. Так, а Никита Сергеевич, как у Терли, запустил, как он сам сказал, дядю Сэму езжав штаны. И ведь запустил ведь. Понимаете, и вы вспомните. Он всегда отличался. Да. Богатством русского языка, да. Фигурой речи, совершенно верно. И вы вспомните, ну вы не помните, но из истории, ваши родители, наверное, знают, когда 12 апреля 61-го года сказали, советский человек в космосе, как сотни тысяч человек, безо всякой разнарядки, искренне высыпали на улицы городов и совершенно искренне кричали, там, слава КПСС, слава советской науке, слава советскому строю. Понимаете, они искренне кричали. В 91-м году они тоже искренне кричали. Далой КПСС, советскую власть и все остальное. Вот это я уже помню. Ну, вы знаете, если вы считаете, что вот эти крики, они приблизили нас к полету на Марс, я не уверен, что приблизили. То есть тогда было искренне? А почему получилось? Потому что тоталитарная система... В чем был успех-то? Нагнули собственных ученых? Нет, нет, уже тогда, во времена Хрущева уже никто не нагибал, вот это еще во времена Круга Первого нагибали шарашки, а во времена Хрущева уже нет. Я вам скажу, потому что была совершенно четкая стратегия страны, основанная на приоритетном развитии науки и техники. Вот и все. Не надо открывать какой-то ларец, чтобы достать ответ на этот вопрос. Макс не стоит открывать Марс. Нет, нет, вы знаете, совершенно нет, наоборот, вы знаете, ну не стоит, не надо смотреть в хрустальный шар, чтобы получить ответ на этот вопрос. Вот почему тогда было так, а сейчас по-другому. Да потому что сейчас, какие бы правильные и красивые слова ни говорили о важности науки и техники, по-прежнему все развитие страны построено в расчете на цены на нефть. И вот вы послушайте, да, это абсолютная правда, только-только все на нефти. И послушайте, да, как вот нас успокаивают наши там деятели из администрации президента и так далее. Что у них там, спор сейчас идет. Сегодня вот слили же, газета Ру слила информацию, как мы говорим, инфу, да, в журналистских кругах. Значит, одно есть либеральное крыло, оказывается, Ларислав Юрьевич Сурков у нас, либерал. Приятно знать. Для меня было открытием, да. Но вполне возможно, человек скрывал очень глубоко внутри, да, значит, и там идет, значит, вот он либерал, а есть ультраконсерватор, я их так назову, во главе с Володиным, да. Так что там борьба идет. А вы говорите, они указывают, они уже запутались сами в указаниях. Позвольте, я, значит, закончу свою фразу, просто вот я недавно слышал представителя одного очень такого известного из администрации президента, который нас успокаивал. Не волнуйтесь, говорит, да не волнуйтесь вы. У нас бюджет с верстом, с расчетом, там, по-моему, где-то 60 с чем-то долларов нефти. Забаррали. Да, долларов забаррали, совершенно верно, понимаете. То есть, не волнуйтесь, у нас все заложено, что мы как выживали за счет нефти, так и будем выживать. Нечего дергаться. Да, совершенно верно. Все стабильно. Вот вы вспомните, опять же, Объединенные Арабские Эмираты, 35 лет тому назад или около 40 лет тому назад, это были рыбацкие деревушки, между которыми ездили арабы на верблюдах. Все. Да, лежали. Бедуины. Бедуины, совершенно верно. Лежали доллары в козундуках, которые ели крысы. А потом пришел человек, кальзает и сказал, хватит, мой народ слишком много страдал, он достоин лучшего. Путин тоже 12 лет тому назад, Юрий, пришел. Тоже сказал, хватит, давайте вставать с колен. А вы знаете, наверное, нам нужен не Путин, а Аль Зайд. Наверное. Ну, конечно, вы его... Ой, вы меня пугаете. Нет, извините, пожалуйста, не надо в буквальном смысле. Я имею в виду, что человек, который был таким же настоящим гражданином и патриотом своей страны, как он, и который точно так же видел бы пути выхода своей страны из того бедственного состояния, в котором были объединены Арабские Эмираты 40 лет тому назад. Понимаете, для этого не надо быть мусульманином, для этого не нужно носить фамилию Аль Зайд. Может, достаточно быть президентом Кеннеди. Вот он, пожалуйста, пример. Или Петровым. Или Сидоровым, да. Ну, хорошо, вы знаете, допускай Петровым. Это сказать Иванова, но у нас Иванов глава председательской администрации. Вы знаете, не фамилии, не фамилии и не вероисповедание и дело. Это правда, я согласен. Дело в человеческой личности. Дело в том, что он хочет сделать для страны. Ну что, Россия омельчала? Да, и очень сильно. Исключительно сильно омельчала. Омельчала и измельчала. Вот по-другому я... А может быть, упустили уже, а, Юрий? Может, мы уже не... Может, он знает, господин президент знает, что, ну, слабо нам уже это сделать. А вы знаете, мне очень нравится американская поговорка, «Самая неудачная попытка — это та, которая никогда не предпринималась». Вот пока мы пытаемся что-то сделать, есть шанс. Вот как только скажем, все, конец. Вот тогда точно конец. В чем успех американцев? Я имею в виду сейчас космические программы. Знаете, в том, что... Они тоже проходили через и катастрофы, да, и неудачи, и потери, и так далее. Просто потому, что для них развитие их космонавтики — это неотъемлемая часть общего развития науки и техники страны. Вот и все. Вот я себе представляю. У меня очень много знакомых живут в Техасе, в Арканзасе, на Аляске, да. Я честно скажу, Юрий, некоторые из них мало интересуются космонавтикой, да. Хотя, наверное, когда вот этот марсоход сел, они, конечно, как и все американцы узнали и, наверное, были рады, да. Но я просто хочу понять, как вот скоррелировать-то это вот с одной стороны. Людской пофигизм — это нормальное, естественное чувство человека, да. Но где Марс, а где мы? Там в Ухрюпинске, да? Юрий, о чем вы говорите? Сейчас Бритни Спирс уже, извините, примазалась к марсоходу. Об этом целая статья была. Ну, только расскажите. Я как-то вот эту хронику не отцепляю. Да, совершенно верно. Вы знаете, да, она уже каким-то образом включила вот имидж марсохода Curiosity. Она уже каким-то образом включила это в свои концерты, в свои выступления. Вот так вот. И это, между прочим, это не высосанное с пальцем. Посмотрите, это в прессе опубликовано было. Я прочитал на сайте space.com. Вот так вот. Да у нас звезды какие-то мелкие, если сравнивать. Простите, я не сравниваю с... Нет, но на счет того, что они вообще не звезды, я считаю. Их как-то язык не поворачивается, звездами назвать. Ну, это просто вот как... Оценочное мнение сразу. Предупреждаем. Товарищи, да, не забывайте о том, что у нас оценочное мнение. И вообще реальное время, вся программа из оценок состоит. То есть на самом деле можно коррелировать и мотивировать. И даже вот самого обычного обывателя можно вот заставить задуматься над этой темой. Прекрасной темой. Вы знаете, я опять возвращаюсь к вопросу национального развития. Вот так вот. Вот невозможно просто поставить задачу. Давайте будем сейчас поднимать науку и технику. Вот так вообще. Ну, это каждый день мы с вами слышим. Совершенно верно. Давайте будем жить хорошо. Выше образование там все. Да, совершенно. Давайте будем вести здоровое вооружение. Нет, вот так вот нельзя. Вот очень хорошо вот Бог нас наградил, подарил нам, можно сказать, то, что когда-то у нас была заложена и развилась мощная космическая программа. Вот это вы знаете, как Архимедов рычаг, который может поднять науку и технику в стране. Может. Но для того, чтобы он его поднял, нужно, чтобы этот рычаг был достаточно прочным и мощным. А это, в свою очередь, амбициозная широкомасштабная цель, поставленная на высшем политическом уровне. Кстати, почему не может Путин этого сделать? Я не понимаю. Может быть и может. Может скажет. Ну, дай бог. Может, услышит эту передачу. Владимир Владимирович, ну что вам стоит, в конце концов? Действительно. 30 миллиардов. 35 миллиардов. Это меньше, чем Олимпиада Сочи. А, так, подождите. Вы как этот? Вот как российский чиновник. Нет, ты не извините. Так, у меня зафиксировано. 30 миллиардов. Ну вы еще скажите, сейчас у меня все ходы записаны. Да, конечно. Хорошо, 35. Нет, 35 миллиардов. 35 миллиардов. Цена вопроса. Совершенно верно. Пилотируемого полета. К Марсу и обратно. С космонавтами. Туда и обратно. Разумеется. Даже не только. Еще и в окружении флотиль автоматических аппаратов, которые будут управляться за борта этого комплекса. Вот я сейчас запущу СМС голосования. Да, все нормально у нас работает. Дамы и господа, слушатели реального времени радиостанции Финам-ФМ. Вот смотрите. 35 миллиардов долларов. Цена вопроса. Отправить наших космонавтов и вернуть их, чтобы они облетели Марс. В рассрочку на 12-14 лет. Вот это очень важно. Не каждый год, а в рассрочку. Это важное дополнение. Безусловно. Особенно тем, кто платит автокредиты и ипотеку. Значит, господа. Вот деньги-то ваши. Это деньги ваши. Мои. Юрия. Да? А Насте Юрьевой, которая сейчас тоже с новостями пойдет. Это ее тоже деньги, да? Вот я Насте тебя спрашиваю. Она просто в другой студии. Ты готова дать денег на то, чтобы полететь на Марс? Нет, говорит. Не готова. А так вы цена вопроса-то озвучите сколько? 35 миллиардов. Ну, разделите. Ну, там доля маленькая твоя будет. Ну, хорошо. Она уже согласна. Все. Она ради новостей уже согласна. Я просто, подождите. Я сейчас запущу СМС голосования и пойдем на новости. Юрий, 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 подождите. Если вы готовы заплатить, вот выложить там, я не знаю, какую-то сумму, да? Ну, посчитайте, разделите, сколько у нас в стране живет миллионов. 35 миллиардов, пусть 140 миллионов считаем. Вот разделите 35 миллиардов, допустим, на 14. Разделите 35 миллиардов на 14. И что? Ну, два с чем-то получится, да? Да, с копейками. Два с копейками, да, в год. В год. Вот тебе разделите это на 140 миллионов. И в Куршавелях пропивают больше, чем здесь надо. Ну, так о чем я вам говорю? Но, тем не менее, значит, опрос. Сейчас проводит реальное время Финам. Вы готовы, я не знаю, там 100 рублей, 200 рублей, 500 рублей, ну, неважно. Вот эти 35 миллиардов готовы отдать? А вы знаете? Да, 55-33 СМС-сообщение с буквой А. Нет 55-33 СМС-сообщение с буквой В. Продолжим наш разговор после новостей. Идет принципиально и крайне важное СМС-голосование. Если вы жмот, тогда не голосуйте, да. А если вы человек, у которого щедрая душа, значит, вот здесь у меня Юрий Караш, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. Значит, мы не только агитируем Владимира Владимировича Путина, господина президента, да, но и вас, уважаемые наши слушатели. Вот вы готовы заплатить 35 миллиардов долларов с рассрочкой, на сколько вы договорились, 15 лет? Ну, давайте 15. 15 лет, 15 лет. Ну, то есть мы уменьшаем. Если вы были в банке, вы понимаете, о чем мы говорим. Это уменьшается, значит. А на 140 миллионов готовы заплатить за это? Если да. Вот сейчас не надо звонить мне в студию. Я все равно звонки не буду сейчас выводить, да. Сейчас надо голосовать. Если вы готовы потратиться, потому что это деньги наши с вами, тогда 55.33 смс-сообщение с буквой А. Нет, вы не готовы. Вы жмот. Ну, потому что они распилят, потому что они своруют, потому что они ничего не сделают, зато деньги освоят, да. А тогда 55.33 смс-сообщение с буквой Б. Но вы хотели дополнить. Да, вы знаете, кстати, Юрий, да, надо, конечно, агитировать Владимира Владимировича, но помимо Владимира Владимировича, нужно еще проагитировать хорошо Сергея Владимировича, да, Степашин у нас Сергей Владимирович? Председатель. Вадимович. А, простите, Сергей Вадимович, да. Вот, для чего? Для того, чтобы каждая копейка, которая будет потрачена или отчислена на этот проект, была бы под контролем. Ну, чтобы не было того, что вот Сергей Вадимович и Владимир Александрович, глава Роскосмоса, называют нецелевым расходованием средств. А это, проще говоря, это воровство. Вот, может быть, вы знаете... Ну, Дмитрий Анатольевич в период своего президентства вообще говорил о том, что из пяти триллионов один триллион разворовывается, я имею в виду госзакупки. Замечательно. А что он сделал для того, чтобы этого не было? Ну, сделал, сделал. Он там пытался что-то, да, но... Получилось? Не получилось. Не, ну, может, что-то и получилось, мы не знаем. Мы просто не знаем. Ну, я, наверное, если бы получил, знали бы, как вы считаете? Думаю, да. Ну вот. То есть вы считаете, что надо под контроль раз? Я считаю, что желающих потратить свои деньги на этот проект, чтобы вот их налоги были потрачены на него, было бы, наверное, раза в три или в четыре или в пять. А вы Рогозин, вы не видите? Вот они его посадили на эту тему, да. Вот можно я сейчас закончу? Я хочу просто сказать, что таких желающих потратить денег на этот проект, у нас в России, наверное, было бы раз в пять больше, если бы люди знали, что деньги не будут разворованы, что они действительно пойдут на подъем науки. Такие техники, чтобы выразиться в этой миссии. Да, спортивные. Что касается Рогозина, вы знаете, а мне очень понравилось, как за прошлый понедельник, когда было с ним совещание, он когда вот оценивал, ну, деятельность Роскосмоса и вообще будущие планы, он в сердцах сказал, что все ваши стратегические планы, это разбросанные по полузерна, которые неизвестно, взойдут ли. А стратегическую цель Роскосмос сказал, это вообще не цель, это вчерашний день. Вот в марте этого года были опубликованы, там, ну, типа, была опубликована такая стратегия Роскосмоса, основные направления, там, что они собирают. Вы знаете, помните, была такая, ну, считалка, не считалка, стихотворение Юлиана Тувина про хозяйку, которая пошла на рынок, купила картошку, капусту, горох, ох, и суп овощной получился неплохо. Так вот это вот на сто процентов вот про эту так называемую стратегию, или про проект стратегии, там все, там, значит, и размещение производства в космосе, там и новая околоземная станция, там и полет на Луну, замечательно, да, отметим 50-летие американской программы Аполлон, высадив на Луне своих космонавтов. Там, значит, ну, и так далее, даже, там и космический лифт. То есть, вы знаете, боже мой, я когда это прочитал, я понял, что Америка... Простите меня, дилетант, да что такое космический лифт? Ну, видите, скажите, вы никогда, когда вы были маленьким, вы никогда не играли в такую игру, вот брали, допустим, ведерко с водой, и начинали крутить вокруг себя, вы знаете, а вода-то не выливается. Ну, вот это космический лифт, ну, представьте, что то же самое... А в чем его ценность? Ну, вы знаете, есть такая точка зрения, что просто можно будет легче выйти там на геостационарную орбиту, просто вот по этой веревке поедете наверх, и все. Хотя, конечно, еле пили, веселились, посчитали, проследились. Надо же, все-таки, вы знаете, обслуживать будет этот трос, так называемый, да, нужно будет создавать этот лифт и так далее. Может, дешевле будет на обычных ракетах летать. Ну, как идея, это красиво. Как идея, это красиво. Так вот, я хочу сказать, что когда я прочел вот эту стратегию, опубликованную, ну, проект стратегии Рухкосмоса, да, то, знаете, я понял, что Америка безнадежно отстала от России. Потому что американцы... Ну, наконец-то! Мы хоть на бумаге, но уже пошли. Я понял, почему, потому что американцев, американцев, всего одна цель — полет на Марс. Ну, не на Марс, к Марсу, к 2035-му. Вот всего одна... Нет, там еще разные, там еще есть автоматические миссии. Пилотируемые, да? Пилотируемые, да. Но вот главная стратегическая цель у них одна — полет к Марсу, к 2035-му году. Ну, может, они по дороге залетят там на какой-нибудь астероид. Да они скромные просто. Да, понимаете, у них вот всего одна-то. А у нас, как планы в громадью. А астероид и так, между прочим, да? Между прочим, да. Ну, надо еще найти астероид, нужно к нему вообще неизвестно. А что к нему подлетать, по большому счету, да? Ну, если только попытаться снять сиквел с Брюсом Виллисом, да? Это только в реальном космосе. Ну, а у нас, видите, как амбициозно все. И космические лифты вам, и Луна. Вы знаете, я бы сказал, это не столько амбициозно, сколько комично. Причем трагикомично. К большому сожалению. А дети-то все взрослые. Да, вот дядьки-то... И вроде профессионалы. Вроде. У меня тут ключевое слово вроде. А что произошло-то? Куда делись-то? Вот я тут у Рогозина то ли вычитал, то ли услышал, да? Он как-то съехидничает. Он вообще ехидничает в Твиттере, да? Не только про Мадонну, кстати, но и про Роскосмос тоже. Что то ли руководители там среднего возраста Роскосмоса 62 года, то ли специалисты там среднего возраста 62 года. Поповкин-то достаточно молодым, и 50 с небольшим, так, в принципе. И смысл такой, что, ну вот пока такие старики будут, да, наши фобусы будут падать в грунт. Дмитрий Олегович, ну вы сделаете так, чтобы молодые пришли в космонавтику. А что сделать-то надо? Скажите, зачем люди идут в МВТУ, ФИСТЕХ, МИФИ, МФТИ? Они что идут? Зарабатывают деньги? Нет. Они идут туда, чтобы создавать новые, новые конструкции, новую технику. Они идут туда, чтобы самореализовываться как творческие личности. Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы им дали работать над принципиально новыми проектами. Не модифицировать там в 500-й раз ракету-носительный союз или космический корабль-союз. И не делать уже там десятую по счету орбитальную станцию там с учетом МКС, Скайлоба и так далее. Ну, Скайлоб, понятно, не наш, там МКС там частично наш. Потому что это уже все, вы знаете, это уже поношенные ботинки. Это уже даже не вчерашний, это позавчерашний день. Это где должно быть? Сколково-2 надо создать? Что надо сделать? Знаете, давайте я вообще про Сколково говорить не буду, это отдельная тема. Надо, надо как президент Кеннеди сказать, что вот, допустим, к 2035 году, к 2035 году российский орбитальный комплекс должен вращаться на орбите вокруг Марса. А потом, поработав месяц, вернуться. Вот так вот, все. Ну хорошо, представим, Путин сказал, да. Он выступает перед федеральным собранием. Там, значит, требую, там, я не знаю, желаю, постановляю, да. Даю 35 миллиардов долларов. Ну да. Народ аплодирует, бурный аплодисмент переходящий в овацию. Дальше что? Работать начинать надо. Все. Кто? Кто будет? Есть КБ, есть производство. Вот тогда, когда будут поставлены такие цели, выпускники, лучшие выпускники российских технических вузов пойдут в космонавтику и будут создавать эту технику. Им будет это интересно. Более того, вы знаете, ради достижения такой цели они даже какое-то время, может быть, потерпят не очень высокие зарплаты. Никто, конечно, за хлеб и за воду работать не будет. Штаты платят государству за это все? Ну, на тех предприятиях, которые являются непосредственными подразделениями НАСА. Вот расскажите мне, как это у них осуществляется. То есть, где государство, где частное, где синергия. Вот вы слышали, наверное, о том, что есть ряд компаний в Америке, которые создают так называемые частные космические корабли. Вот самый классический пример это SpaceX. Уже три раза слетал, и Элон Маск, ну как слетал, в автоматическом режиме. И вот Элон Маск, глава этой компании, сказал, что вообще, возможно, в районе 2015 года мы уже пилотируемый запас можем осуществить. Ну, 2015, 2016, где-то так. Очень хорошо. Контора частная 100%. Да, абсолютно частная 100%. Ну, чем отличается? Разница тут, на самом деле, ну, такая, ну, не очень драматическая. Просто, когда корабль создается в рамках частной инициативы, то его разрабатывают и строят в основном за деньги этой компании. Когда он создается в рамках полностью государственной инициативы, то вот государство полностью обеспечивает проектно-конструкторские работы. Но подряды-то получают частные конторы? Да, вы знаете, они, конечно, получают, но они получают после того, как они уже создадут значительную часть этого корабля. После того, как они продемонстрируют, что они в состоянии построить этот корабль, тогда государство им подкидывает. То есть транш отгружается после того, как я могу пощупать. Ну да. Увидеть. Или, по крайней мере, после того, как вы можете посмотреть на чертежи и увидеть, что компания-то справляется с работой. Нет, просто, знаете, я достаточно придерживаюсь такой, может быть, крайней позиции. Я считаю, что надо уничтожить все госкомпании, госкорпорации, всю вот эту муть, которая кроме распилов ничем не занимается. Но я почему вас, Юрий, и спросил, да? Как там происходит вот эта кооперация? Юрий, если вы сделаете сейчас это у нас космическое отрасли, то все наши предприятия космические, став частными, станут выпускать насосы для нефтяной промышленности. Нет, подождите, подождите, подождите. Нет, тогда выстраиваем следующую логическую цепочку. Мы приватизируем эту сферу. Ничего страшного в этом не вижу. Подряд 35-ти миллиардные, ну, Кулик заговорили о Марсе, да, это транш государственный, под контролем государства, счетные палаты, там, будет Степашин, не будет Степашин, не важно, да? То есть мы же должны институционально обозначить всю эту схему, да? Совершенно верно. Как работает. И дальше вот эти бак, то есть мы же говорим, 35 миллиардов мы вам даем. Даем. Почему они насосы-то тогда будут выпускать? Ну, если мы им даем только непосредственно под решение этих задач, ну, тогда да, пожалуйста, конечно, тогда можно. Вот я впервые услышал адекватного человека за очень многое время, потому что меня вообще настораживает этот большевизм, негатив к частной собственности, да, и вот просто какое-то раболепие перед государственной. Ну, это так, отвлеклись мы, да, слегка. Скажите, вот то, что сейчас мы делаем и падаем, да, не всегда падаем. Ну, все-таки в основном не падаем. В основном не падаем, да? Это благодаря или вопреки? Я боюсь, что, наверное, это сейчас... Не, ну, ответ, наверное, он на поверхности, это и то, и то. Это благодаря Королеву, это благодаря Челомею, это благодаря тому, что было создано советской наукой и техникой. Кстати, мне понравилось, как вот другой радиоведущий, тоже известный, тоже, значит, там был разговор на такую общеполитическую тему, вот позвонил ему какой-то, ура, патриот, стал говорить, да что вы там, что там, Россия, вы посмотрите, Россия, Россия, у нас лучшие в мире космические корабли, Союз. Ну, это было вскоре после гибели Колумбии, да? Вот у нас, на что ты этому сказал? Правильно, абсолютно. У России нет своих космических кораблей. Космический корабль, Союз, он был создан той страной, которой уже 20 лет, вот у нас в это время, 20 лет нет на политической карте мира, понимаете? Поэтому не надо говорить России, что это ее корабль, это плагиат. Это правда. Вот так вот. Так что вот благодаря советской наукой и технике мы сейчас пока еще держим, да? И вот несмотря на тот, простите, общий развал, который сейчас в стране. И несмотря на то, что... Так, поднялись же с колен. Правда? Не заметили? Я тоже не замечаю, но мне говорят постоянно, что поднялись с колен. Вы знаете, да, может быть, конечно, после этого не упали, нет? Вот там они умалчивают, Юрий. Есть ли продолжение в этой фразе? На самом деле, в эту субботу, в минувшую субботу, был всей семьей в парке Горького, кстати, рекомендую всем, отлично теперь место. Ну и Буран, да? То есть, конечно, ты его видишь. Я так понимаю, это просто вот скелет, да, стоит там, и ничего уже там нет. И вот общаясь, конечно, со своей супругой, я сказал, ну, вот он, финал СССР. В какой-то степени, да. Да вот, понимаете, то есть, образно говоря, если в Советском Союзе при всех колоссальных недостатках того строя, наука и техника были во главе угла, то сейчас они загнаны в угол. И сейчас у нас все нефть и газ. Да, потому что у нас бизнес, он не бизнес, а государственные предприятия. Нет у них смысла, понимаете? Все гос, госкомпании, госкорпорации, у нас все гос, да. Какой смысл развиваться? Пилим, распилим, вывели, пилим, распилим, вывели. Вот посмотрите, сколько у нас сейчас миллиардеров. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из них тратит свои деньги на создание принципиально новой техники? Позвоню сегодня главному редактору Форбса, Лизе Осетинской, спрошу ее. Ну, Дмитрий там, простите, Михаил Прохоров пытался дать что-то вот с этим ее мобилем, но я не знаю. Он ко мне до сих пор не пришел, я вот все его зову, зову, но я и... Это будет первый мой вопрос. Дай ключи от ее мобиля, хочу прокатиться. Скажите ему, что хотите поговорить про ее мобиль, может он прибежит. Хотя, вы знаете, ее мобиль, мы кажется... Он отправится его помощником. Вы думаете? Я уже так маневрировал, да. И приедет на ее мобиле причем, да? Ну, вы знаете, ее мобиль, мне кажется, это из категории, кто пойдет за Клинским. Я вот как-то не очень себя представляю едущим на этой машине с таким названием. Думаю, вы тоже не сядете, но это так, это типа прикола. Просто, вы знаете, возвращаясь, посмотрите, в Америке мультимиллиардеры, сделавшие свое состояние, совсем не на космосе. Пожалуйста, Джефф Безос, делал свое состояние на Амазоне. Пожалуйста. А Брин? Совершенно... Нет, ну, Брин сейчас к космосу, он никакого отношения к космосу не имеет. Нет, я к тому, что он тоже на нефть и не на газе сделал. Я вам сейчас, пожалуйста, я вам сейчас перечислю имена миллиардеров, которые сделали свое состояние, совсем не на космосе. Юрий, вы это сделаете после краткого выпуска новостей. Ладно, подожду. Сейчас 19.48, в 19.59 объявлю итоги СМС-голосования. Сохрани интригу, но я его уже остановил, то есть голосовать не надо, да? Здесь у нас в реальном времени на Финам.фм Юрий Караш, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. Говорим о космосе. В этой четверти ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Ваши многочисленные письма поступают на наш сайт финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция, и куча твитов я вижу у себя в аккаунте в Твиттере. Так что звоните, пишите. У нас не так много времени, буквально всего 10 минут. Вы хотели мне рассказать про американцев, вот этих злобных людей, которые там на чем-то сделали. Там, где человек человеку волк, да, что там еще? Загнили уже давно. Да, совершенно абсолютно, вы знаете. Дома разрушают, там одни бомжи и наркоманы. Помните, да, был такой анекдот в советские времена, ну, было такое расхожее выражение, что капитализм стоит на краю пропасти, да. Вот, а есть продолжение, капитализм стоит на краю пропасти и смотрит, как это мы там внизу коммунизм строим. Съязвили дальше. Теперь рассказывайте мне пара персоной и нашим слушателям. Теперь, знаете, вот, совершенно верно. Хотя я подписываюсь под этими словами. Вот совершенно недостаточно сейчас в условиях России дать полную свободу частной инициативе. Так. Почему? Потому что ментальность у наших, так называемых, олигархов совершенно не та. Вот посмотрите, пожалуйста, на Запад, посмотрите на Соединенные Штаты. Джефф Безос сделал свое состояние на Амазоне. Что теперь делает? Вот свои личные деньги, миллиарды, вкладывает в развитие космических технологий. То же самое делает Пол Аллен. Тоже вкладывает в то же самое свои деньги. А сделал он их в Майкрософте. Пожалуйста, возьмите Элона Маска. Судил эту знаменитую систему ППЛ. Накопил деньги, во что вкладывает? В космические корабли. Никто их не заставляет это делать. Они это делают сами. Почему? Потому что у них такая ментальность. Потому что они понимают, что нельзя быть обезьянами, дергающими за ручку нефтяного насоса. Что они же люди. Их страна тоже состоит из людей. А человеку, когету эргосу, мыслю, значит я существую. То есть нужно мыслить, нужно создавать такие проекты, нужно идти вперед, причем идти туда, что требует максимального напряжения умственных усилий. Вот только так мы будем оставаться людьми, только так мы будем развиваться. На самом деле мы друг другу не противоречим. Я просто эту мысль продолжу. Как только предприниматели, бизнесмены, да, безусловно, есть ментальные проблемы и так далее, но они прекратят быть назначенными бизнесменами. В том числе упоминаемые фамилии в Форбсе и так далее. А станут именно предприниматели, вот как вышеперечисленные вами, американцы, да, ситуация начнет меняться. Может быть не быстро. Это вы правильно подметили. А потом можно запараллельить эти все процессы. Одно другому не мешает. То есть люди, которые реально, так вот допустим как Билл Гейтс. Собственники. Собственники, да, но он сделал все сам. Вот я не знаю, найдется ли хоть один нормальный здравомысливый человек, который бы ему завидовал. Пока основная масса людей в России считает предпринимателей спекулянтами и барыгами и считает, что государственная собственность это благо, ничего не получится. Вот все. Это, к сожалению, это я вам разворачиваю ментальность уже с другой стороны. Юрий, я вам хочу сказать, что к большому сожалению у большинства российских людей есть основания считать владельцев крупных состояний именно вот такими, к большому сожалению. Основания есть. Так, поотвечаем, предлагаю на вопросы и звонки и письма наших слушателей. Здесь Юрий Караш, член-корреспондент Российской Академии Космонавтики имени Циолковского, 651099, 6, финам.фм. Значит, одно письмо, один звонок, а по письмам даю предпочтение иногородним, особенно таким, как Сергей из Братска. Вот посмотрите, сколько сейчас времени в Братске. К минимум 5 часов надо прибавлять. Так вот, Сергей пишет, а может быть нашему правительству это вообще не нужно? Ну, это трякция на наш с вами диалог. Да, они сейчас последнее выжмут из недр, и все тут. А потом в Европу через 12-15 лет туда, где дети у них сейчас учатся. Вот такая реплика из Братска пришла. Вот вы знаете, конечно, лучше всего этот вопрос задать правительству, хотя вряд ли они честно ответят на этот вопрос. Но если судить по той политике, которая в настоящее время проводится в стране, то предположение Сергея из Братска, но, к сожалению, большому не совсем беспочвенно. Лаконично будем уйти. И предлагаю слушателям также задавать лаконично свои вопросы. Вы в эфире. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Представляйтесь. Григорий, город Москва. Да, Григорий. Вопрос. Если взять 35 миллиардов в бюджет этого проекта, поделить на 15 лет или на 1 треть работающего населения в стране, получится 130 рублей в месяц человека. 130 рублей в месяц. Да, я вам благодарен, Григорий. Спасибо вам огромное. Да, 130 рублей, я думаю, все готовы отдать. Сколько у нас бутылка водки стоит хорошей? Не пью. Не знаю. Я тоже. Вот, к сожалению. Вот этот индикатор у меня не проходит. Так, еще один хороший вопрос из Самары от Павла. Пожалуйста, назовите современного Королева. Не хватает специалистов. Вот есть такой человек? Ну, сейчас, конечно... То есть тут не то, чтобы сравнение именно с Королевым. Я понимаю, о чем вы говорите, да. Но если вы посмотрите на Space Shuttle, хотя Space Shuttle, конечно, сыграл известную роль Вернер фон Браун, творец Сатурна-5. Вы знаете, личность, в общем-то, безусловно, соизмеримая с Королевым. Ну, вот, по крайней мере, ну, давайте так, Space Shuttle. Международная космическая станция. Курьёст, и там уже не было какого-то одного гения. Это был уже... Это был продукт коллективного интеллектуального творчества. Да, конечно, было бы замечательно. Если сейчас появился бы такой гений, который бы просто набросал бы на бумаге конструкцию какого-то двигателя, который можно было бы сделать из подручных средств, из водопроводных труб. Хотя, возможно, он есть. Да, может быть, и есть. Такой вот где он? В сарае где-нибудь там пилит лобзиком. А почему в сарае, а не в конструкторском бюро? Вот. Вот это ключевой момент. По крайней мере, в нашей российской истории. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Олег. Здравствуйте. Вопрос такой. Как ваш гость думает, космос в будущем рассматривается как в военном ракурсе или в гражданско-научном? Да, спасибо. Сейчас, конечно, человечество предприняло очень заметные усилия, вспомним договор о космосе от 67-го года, чтобы космос, конечно, как всеобщее достояние человечества использовался только в мирных целях. Потому что Олег называет научный, да? Исключить военный аспект в исследовании освоения космоса не удастся. Но давайте все-таки будем придерживаться положения договора о космосе от 67-го года. И договариваться. Совершенно верно. Только так. Вот хочу просто. Тут масса, конечно, вопросов. Я сразу уношу вам предложение. Через какое-то время вновь встретиться. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Отлично. Александр пишет. Здравствуйте, Юрий. Спасибо за такого потрясающего гостя. Вопрос. Правда ли? Цитирую письмо без скупирования. Что НАСА сняла на свои спутники у Солнца. Как темная планета перекачивает энергию от Солнца и после резко удаляется или это липо? И как вы относитесь к такой теме внеземных разумов? Но этот вопрос должен был прозвучать в эфире. Да, совершенно верно. Я сразу скажу. Простите, у меня таких сведений нет. Липо. Ну, то есть ответ. Липо. А по поводу вот... Ну, может быть, дуб. Ну, сейчас я... Хорошо, я задам этот сакраментальный вопрос. Как вы думаете, во Вселенной мы одни? Я думаю, что нет. Нет. Я думаю, что нет. И вы знаете, что вот по последним данным, полученным, в частности, с помощью телескопа Хаббл, уже обнаружено достаточное количество планет, где теоретически возможно жизнь. А кроме того, давайте не будем забывать, что когда мы делаем наши предположения о возможности нахождения жизни во Вселенной, ну, помимо Земли, безусловно, то мы совершаем одну методологическую ошибку. Мы постоянно исходим из того, что если есть жизнь, то она должна быть вот как мы, вот в существовании белковых тел. Это совсем не обязательно. Совсем не обязательно. А более того... Вот это будет тема следующая наша с вами встреча. Совершенно верно. Вы знаете, более того, ну, это, я считаю, экстремальная точка зрения. К сожалению, я сейчас не помню, кто это сказал, но кто-то из известных писателей и фантастов, что мы вообще можем встретиться с инопланетным разумом, который по нашим понятиям даже разумом-то назвать нельзя. А может, и они нас считают? Ну, вспоминайте, что это за форма жизни. Вспоминайте пикник на обочине братьев Стругацких. Вы знаете, я считаю, это очень правильная, очень мудрая и философская вещь. Угу. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Я благодарю за такого интересного гостя. И хочу сказать, что Россия, мне кажется, никогда уже не вернёт себе приоритет. Если вопрос встаёт о том, как с народа взять. Нужно взять их с ворованных чиновников, которые заувели эти деньги. Да, спасибо. И не хочу я политику сегодня слушать. Ну, понятно. Ну, от того, что мы как мантру произносим, то, что они воруют, пилят и распиливают. Ну, вот видите, поповки сейчас борются с короткой. Я благодарен одному из наших слушателей по имени Григорий, да, который конструктивно подошёл к вопросу и нам рассчитал, да, 130 рублей в месяц. Цена вопроса, пилотируемого полёта к Марсу. Неужели это много? Вот, я думаю, что... Ради того, что мы... А, да, не в офшор отогнать. Вот вопрос от Максима из Петербурга. На Западе серьёзные люди вкладывают серьёзные деньги в развитие, в том числе, развитие космических технологий. Да, правильно, о чём мы говорили. А, их Спайс Шаттл окупился на телефонных сковородках. А, ну это не совсем телефонных сковородках. Ну, подождите, я децитирую это письмо, да? А у нас вкладывают в ракеты, в ракетки и валанчики с раздельными боеголовками, бешеные деньги. Ну, это не совсем Спайс Шаттл. Давайте, вот, если возьмём Аполлон, это классика, это Тефлон и Вилкро. Тефлон, Вилкро. И, а что касается более уже поздних космических технологий Спайс Шаттл, это вот ортопедические матрасы. Вот если вы в Америке купите подушку, вот то, что называется, да, Foam Memory, вот этот матрас памяти, ну, вот эти ортопедические, то, что продаётся, там написано, что это, гордо написано, что это сделано по технологии НАСА. Вот так вот. Ну, вот я только об одном могу сожалеть, что наше время завершилось, но не могу не прочитать твит от Надежды Каратаевой, которая мне написала, классный у вас там сейчас дядька, он мне очень нравится. То есть, тема, которую мы сейчас с вами подняли, она действительно затронула, ну, как даме не уступить, да, и не озвучить её письмо. Вы знаете, я в данном случае всего лишь свечу отражённым от космоса светом. Ну, и итоги СМС-голосования. Знаете, какой мы результат получили? 89,36% слушателей реального времени согласны поддержать этот проект. Ну, прекрасно. И только 10,64% проголосовавших выступили против. Значит, у России ещё есть шанс. Есть. Спасибо. Юрий Караш, член-корреспондент Российской Академии космонавтики имени Циолковского. Реальное время. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова